Осветление улиц, рамон дорог, открытие социальных объектов. До старшиня Гомельского облакангама Геннадия Соловья, жихары региона, звертаются по самых разных пытаниях. Наши корреспонденты подчеркнулись принятыми решениями. У светлый час суток, это тяжко уявить, но если месяц тому, этот участок, 8-й иншагородней улицы, был мягким и самым небеспечным в Гомеле. В узкой дороге не осветлялась, а на просьбе жихаров у Гарвы Конгаме был один отказ, немасродков. При этом такая ситуация протягивалась и с 6-90-х годов, минулого 100-годя. Усё изменилось и все лето в середине листопада, коли Ирина Гасукова потелефоновала на прямую линию старшиней облакангама. Звонила на горячую линию облакангама, обратилась, это была суббота, и буквально на следующую неделю вот у нас не было освещения по проезду на новый микрорайон, на хутор, и наш участок, там, где у нас стоит три дома, у нас не было всё это время освещения, была полная темнота. И буквально на следующей неделе сразу же приехали, установили фонарные столбы, и буквально за неделю был сделан свет. И теперь можно спокойно ходить и не бояться ничего. Гэта участок в улице Першамайской у Жлобяне сформировался в середине 70-х годов минулого 100-годя, коли белорусская чугунка вела тут активное жилёвое будовництво. Хоть поза увагой коммунальников, гэта район не застаётся. Иншая справа, что информационная работа с насельництвом могла бы быть больше активной. Почас промой телефонной линии старшиней облакангама, выконкам ажихары дома номер 240А, паскардзіліся на протяглы, по их словах, термін замены электричных лечильніков, больше як два месяцы. Як поведаміли нашему корреспонденту у предприємстві «Жилкамсервіс-2», такі долгий час спотребіўся для того, каб зняць лечильнікі з некалькіх домов, отвезці їх на праверку у Гомель і провезці аплату за оказанную паслугу. При гэтым ўся работы были проведены за кошт жилёва эксплуатацийной службы. Дарыш і прибор у доме установіли адразу пасля званка. Паслуг для эксплуатации, і вони должны були пройти проверку. Проверка за це время бралась по-среднему, начислялась жилцам плата, а счётчики за счёт предприятия нашого були проверены і восстановлены обратно на місце. У коллективному звороті Жихаруні калькіх домов по Рыжескім проспекці у Гомеле більш як сорок підписів. А мальхот я не зверталіся у розны інстанцій з просьбою установіць кіоск Белдрука на припынку сквер Янки Купалы. Але усюди отримливали адмову. Ситуація почала вирішацься тільки пасля таго, як люди паскарзілися у Абл-Баканкам. Люди привыкнут, люди будуть ходити, і все буде хороше. Потому що виписати газету для пенсіонера – це тяжело, ну, накладно получается. Здесь намного дешевле, але нас ніхто не слышал. І вот благодаря вот цим людям поставили нам кіоск, мы очень рады. І огромное им спасибо. Мы очень благодарны, низкий им поклон. Перед тим, як развітацца журналістами, мясові жахары попросіли допомогі у варашенні яшэ одного пытання. На вулиці Брэйска знаходзіцца два кіоскі, які не працююць протяглый час. У вечері тут звичайно збіраюцца люди, які ведуть асоціяльний лад життя, уживаюць спіртныя напоі. Поколь мясові жахары зверталіся тільки у адміністрацію района, але нічого не зміняецца. Кіоскі застаюцца на сваіх місцах, а людзі лишець залепші, абы ходзіць іх па другім баку вулиці. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валері Гапанько, Телерадиокампанія Гомель.